18 участников из колледжа и техникумов Подмосковья приехали в филиал Коломенского аграрного колледжа, чтобы сразиться в многоборье. Такие соревнования проводятся в колледже традиционно, но участие в них претендует немало ребят. В этот раз представлять колледж доверили между двоим. Один из них Дмитрий Емельянов. С 7 лет я занимаюсь автоспортом, мне это понравилось, автомобили, и вот занимаюсь, катаюсь, участвую. Соревнования были посвящены Дню автомобилиста и состояли из четырех дисциплин. Фигурное вождение, проверка знаний ПДД, разборка и сборка автомата АК-47 на время и стрельба из пневматической винтовки по мишеням. А то, что немножко у нас есть такой военный уклон, это потому, что наши все ребята, они в большинстве своем призывники, они все идут служить вооруженные силы по окончании учебы. И у нас уделяется большое внимание именно вот такой подготовке ОБЖ, то есть именно стрельба из винтовки и разборка, сборка автомата. В общем, поэтому у нас так традиционно проводить такие соревнования. Открытие соревнований состоялось на автомобильной площадке. Там ребят проинструктировали и разделили на потоки. Таким образом, на этапах исключили очередь и сократили общее время соревнований. Но прежде чем участники отправились покорять трассу, с началом многоборья их поздравили сотрудники ГИБДД. Сегодня мы приехали поддержать ребят, которые участвуют в авто многоборье, посмотреть, какие успехи они показывают. А самое главное, напомнить о том, как это важно и нужно соблюдать правила движения. Ведь водитель должен знать, соблюдать правила дорожного движения, быть внимательным на дороге и с осторожностью ездить на транспорте. Система оценок в многоборье была несложной. За правильно выполненные задания на этапах, компьютерного тестирования стрельбы и сборки автомата, ребятам начислялись баллы. А за ошибки в фигурном вождении набранные баллы отнимались. Поэтому каждый участник старался набрать максимальное количество баллов на каждом этапе. Например, чтобы получить 15 баллов при разборке и сборке автомата, нужно было уложиться в 15 секунд. А чтобы набрать максимум в стрельбе, это 30 очков, нужно было выбить с расстояния 10 метров 3 мишени диаметром 80, 30 и 10 миллиметров. Да эта винтовка просто новая. У нас была раньше старая, вообще все сбивали, все равно. А это что-то непривычно. То есть здесь важно пристреляться? Ну да. А в чем смысл подготовиться, дышать? Верно ли все это, что нужно задержать дыхание или нет? Верно. Но еще крок плавно нужно спускать. Чтобы ружье не дергалось. Этап на проверку знаний ПДД был аналогичен официальному экзамену в ГИБДД. Максимум на компьютерном тестировании гарантировали правильные ответы. Но время прохождения тоже учитывалось. Лучшим познанием правил дорожного движения стал учащийся автодорожного колледжа Тимур Вижнов. Самым метким стрелком из пневматической винтовки был признан Андрей Ушаков из Коломинского аграрного колледжа. Самым быстрым в сборке и разборке автомата наш егоревец Дмитрий Емельянов. На этапе фигурное вождение автомобиля первое место досталось Дмитрию Сычеву из Луховицкого аграрно-промышленного колледжа. Но в личном первенстве победа осталась за Дмитрием Емельяновым. Такой исход соревнований не только позволил преподавательскому составу гордиться своим студентам, но и показал уровень подготовки будущих кадров. Продолжение следует...